Сейчас мы рассмотрим порядок наполнения курса контентом. Для начала еще раз помним, что все курсы располагаются в своих категориях. Каждый курс имеет изображение, название, описание, ссылку для входа. При этом обратим внимание сразу, что все картинки одного размера должны быть. Итак, мы сейчас рассмотрим какой-нибудь курс. Например, вот этот под ролью администратора. Видим, что здесь есть. Причем режим редактирования в курсе включен. Если выключить режим редактирования, вид курса будет таков. Курс включает в себя следующие две крупных компоненты. Это ресурсы и элементы. Чтобы понять разницу, давайте включим режим редактирования. И попробуем добавить элемент или ресурс. Элементы курса это все то, за что, как правило, ставится оценка. Ресурсы это все то, что предназначено для пассивного просмотра. То есть просмотр, но без оценки. Итак, вот здесь мы видим pdf файлы. Это все ресурсы. А тут видим активный элемент под названием тест. Все элементы или ресурсы распределяются по темам, или по секциям, или по разделам. Тут нет точного термина. И темой может называться и разделом. Чаще всего это раздел. Разделы можно добавлять. Вот здесь он называется темы. Вы можете добавить какое-то количество разделов или тем. У вас появится новая дополнительная тема. Обратим внимание, что в режиме редактирования вы можете карандашиком изменить любое из названий. Вот таким образом. Эту тему можно отредактировать, выделить. То есть она будет выделена цветом, как активная тема, означающая, что ее сейчас осваивают. И ее можно удалить. Вот таким образом можно удалить тему. Итак, добавление элементов или ресурсов происходит через кнопочку «Добавить элемент или ресурс» в том разделе курса, который вам нужен. Для того, чтобы лучше понять, как это все происходит, давайте создадим курс. Его может создавать администратор курса. Для создания курса можно открыть любую категорию. И с правами администратора сайта можно найти кнопочку «Добавить курс». Курс, как мы уже говорили, курс должен иметь название. Его лучше всего продублировать так. Указать его категорию, допустим, вот сюда. Если вы хотите скрыть курс, вы можете его скрыть, если он находится в стадии разработки. Вы можете ему включить дату окончания и дату начала. До этой даты показываться не будет. По умолчанию сегодняшняя дата. Вы можете включить дату, после которой обучение на курсе закончится. Если не будете нажимать, обучение будет идти вечно. Описание мы уже говорили. Пишите. Изображение мы уже говорили. Размещайте картинку. Формат курса мы уже говорили. Выбирайте. По умолчанию, по темам. Как правило, так и будет. Количество разделов или тем. Вот видите, теперь называется раздел. Это синоним слова «тема». Выбирайте заранее, согласно своего учебно-методического плана, плана курса. Вот здесь очень важно представление курса. Я рекомендую показывать один раздел на странице, чтобы не создавать длинную бесконечную полосу прокрутки. Вот это один раздел на странице. Для примера покажу альтернативное на представление курса. Давайте вот этот курс. Вот, пожалуйста, все темы представлены в свернутом виде. Вот это вот очень компактно. Это свернутый вид. А внутри каждой темы раздела есть элементы и ресурсы. Давайте я сейчас покажу эту колбасу, эту полосу прокрутки. Редактировать настройки курса. Включу формат курса. Показать все разделы, и вы увидите, как все изменится. Появится длинная-длинная вот эта полоса прокрутки, которой неудобно управлять. Поэтому еще раз я рекомендую в управлении курса редактировать настройки курса. Выставить формат курса. Показывать один раздел или одну тему на странице. Так будет компактнее. Итак, продолжаем. Наш пустой курс мы продолжаем редактировать. И переименование ролей сейчас не трогаю. Обратим внимание, что учитель и преподаватель это не одно и то же. Создание групп пока не рассматриваем. Если будет групповое, мы отдельно этот вопрос рассмотрим. Отслеживание выполнения по умолчанию, да, это значит будет стоять отметочка. Сейчас я ее покажу. О выполнении. Вот эта меточка. Отслеживать. То есть выполнено. Выполнено. Эта меточка бывает двух типов. Пунктирная или сплошная. Она дает мне как обучаемому, если я обучаюсь, информацию, что я этот элемент или ресурс выполнил. Итак, отслеживание я рекомендую оставлять без изменений. Это для управления. И сохранить и показать. И мы увидим с вами пустой курс. Moodle сразу предлагает записать пользователей на курс. Не будем сейчас это делать. Это делается очень просто. Вы открываете список, отыскиваете вручную какого-то пользователя и зачисляете его на свой курс. И вот он появляется. Не будем пока это делать. Только лишь ограничимся тем, что эту работу должен делать администратор сайта. Например, он обязан, если он создает пустой курс для преподавателей, он должен назначить вот этого преподавателя-учителя. Ну, демо уже записан, поэтому он его не может найти. Допустим, здесь будет Белоножкин. Юрий Белоножкин. Обратим внимание, что здесь везде именно отчество. Это правильно. А у меня без отчества это неправильно. И вот, когда вы назначите как администратор платформы преподавателя или учителя, запишите, у него появится полностью управление этим курсом. Соответственно, вы можете удалить, откорректировать зачисление, изменить роль даже прямо здесь. Например, Демо Ивановну сразу назначить роль учителя прямо здесь. Только не забудьте нажать «Сохранить». Уже получается у этой Демо Ивановны две роли. И наоборот, вот этого можно роль убрать учителя и оставить ему роль только слушателя и сохранить. Вот так вы управляете и ролями. Запись пользователя мы рассмотрим в отдельном занятии. Переходим в наш пустой курс и видим, что в нем по умолчанию как было четыре темы раздела, так и остались. И объявление это форум создался по умолчанию. Для наполнения контентом вы включаете режим редактирования, и у вас появляются вот эти карандашики. Вы можете менять, редактировать название этих элементов пояснения и надписи по карандашику, и можете добавлять элементы или ресурсы. Добавлять можно еще и методом drag and drop. Например, вы можете выбрать любой свой файл. Разместить прямо сюда методом перетаскивания. И ваш этот файл, если он медийный, он предложит два варианта. Создать изображение, которое можно тут же воспроизводить. Или меню файл, элемент под названием файл, то есть только для скачивания. После загрузки вы увидите вот такой индикатор загрузки, он большой. Этот файл вы увидите, что его название, которое было, оно сохранится здесь. Вот это обратите внимание, как преподаватели и как администраторы. Итак, вот он, этот файл загрузился. То есть его можно прямо тут же воспроизводить. Его можно развернуть во весь экран. И этот ресурс можно скрыть, дублировать, показывать только определенным группам лиц, переместить вправо для красоты или удалить, что я сейчас и сделаю. Удаляется через уточнение. Все, его нет. Если я его еще раз сюда размещу, но в виде файла, это будет файл для скачивания. Вот он постепенно загружается. И таким образом вы можете сюда размещать PDF, Word, презентационные, любые файлы, картинки и медиафайлы, которые тут же будут готовы для использования. Вот в данном случае, если обучаемый кликнет по этой ссылке, то он получит возможность ее просмотреть. Итак, добавление элементов, точнее, добавление ресурсов делается очень легко. Вот таким вот образом перетаскивание. Если это GIF файл, давайте я завершу редактирование. И открою эту тему, она там, то мы увидим, картиночка есть. Опять включаем режим редактирования. И таким образом мы добавляем файлы как ресурсы. Следующий, более сложный момент, это добавление всего того, что связано с оценками. Наиболее часто используется преподавателями в обучении. Или задание, когда представляется файл на оценку, или группа файлов, или тест. Сейчас мы рассмотрим только добавление задания. Добавление контента в виде файлов мы освоили. Ему надо дать название, например, DZ1. Обратите внимание на крайне краткое. Я рекомендую покороче называть вот эти элементы. Потому что длинные названия в журнале оценок смотрятся очень тяжело. Разместите файл на оценку. Вот такое методическое пояснение я всегда рекомендую преподавателям указывать. И включать отображение описания. То есть вот этот текст будет отображен на главной странице вашего курса. Далее, если ничего не трогать. Вот это, с какого начать? Последний срок сдачи убрать, если нет срока сдачи последнего. После этого последнего срока он не сможет сдать ничего. Запретить отправку. Напомнить о завершении. Преподавателю придет письмо, если работает рассылка. Ответы в виде файлов. До 20 файлов по умолчанию. Размер файла лучше все-таки ограничивать. Допустимые файлы, например, PPTX вы можете тут прописать. Типы отзывов в виде комментариев. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Оставляйте все по умолчанию. Параметры ответа не меняйте. Настройки представления группы. У нас группы пока нет. А вот уведомления включить. Они будут и об оценке преподавателю включить. Вот это важная оценка по умолчанию. 100 баллов вы можете ее исправить. На шкалу. Шкалы редко используются. Лучше в баллах. Обычно 5 баллов. Проходной балл. 3 балла можете выставить, пока не пройдет. Эта меточка выполнения не поставится. Это пока пропускаем. Пропускаем. Ограничение доступа вы можете включить. Или по дате, или по оценке. От другого какого-то. Пока пропускаем. Выполнение элемента. Вот эта галочка. Если условие выполнено. Если оценка получена. То меточка о выполнении будет выставлена. Компетенции не рассматриваем. Вы их не знаете. Не умеете управлять. Если надо, я это отдельно расскажу. Про компетентностную модель в Moodle. Сохранить и вернуться к курсу. Итак, первое задание. Домашнее задание размещено. Теперь, если мы откроем сразу журнал оценок в управлении курсов. Мы увидим. Вот это краткое ДЗ включено. Вот список будет здесь. И у каждого будет оценка. Что увидит студент? Если он откроет это ДЗ. Пока вот это вот видит преподаватель. Он видит, сколько участников. Сколько обучаемых. Сколько представила ответов. Сколько требуется оценки. Это видит преподаватель. Если обучаемый захочет разместить. Сейчас я зайду под ролью участника. Покажу, как это делается. Под ролью слушателя. Как это сделать? Вы как администратор можете открыть. Это очень важно. И зайти под ролью... Так, это вообще-то я сам под себя не могу зайти. И не могу представить результат. Поэтому давайте назад. Вот этот курс. Вот эта навигация курса. Давайте поменяем роли управления курсов. Участники. Вот этого... Эту ДЭМа Ивановну превратим. Только уберем у нее роль и сохраним. А у этого изменим слушателя. Уберем и добавим роль учителя. И сохраним. И вот теперь мы хотим увидеть, как ДЭМа Ивановна будет размещать это домашнее задание. Зайти под именем. Вот это может сделать администратор. Для проверки. Я теперь не просто Белоножкин, я ДЭМа Ивановна. Это очень важно. Если ДЭМа Ивановна откроет ссылку в мои курсы, то увидит вот этот курс. Вот этот курс, который мы только что создали. В нем тема первая есть. И в ней скрыто вот это задание. Открыть тему 1 ей надо и выполнить домашнее задание. Ей надо добавить ответ. Вот ее кнопочка. Она спокойно методом drag and drop или вот таким вот образом. вот таким вот образом. Перетаскиванием. Сохраняет. И все. Все. Она видит, что домашнее задание в виде картинки размещено. Она не... Эта работа не оценена. Может отредактировать ответ. Удалить. Все нормально. Теперь я, как преподаватель, должен проверить. Надо выйти и снова войти. Вот так вот быстро войти под своей ролью преподавателя или учителя. Открыть эту тему. И в домашнем задании увидим, что одно задание требует оценку. Как оценить просмотр всех ответов. Вот это задание Адема Ивановны. Оценку нужно... Оценку нужно выставить. Вот. Оценку нужно выставить по пятибалльной шкале. Например, 2 балла. Написать здесь отзыв. Почему? Я сейчас не буду его прописывать. И сохранить. Или сохранить и показать следующее. Если таких обучаемых много. Сохранить. Все оценки сохранены. 2 балла. Выделено красным цветом, потому что это ниже проходной оценки. Если снова вернуться в этот курс, в управление курса посмотреть оценки, то мы увидим, что у Дема Ивановны оценка написана красным цветом, потому что она ниже проходного балла. Итоговая оценка автоматически 2 балла за весь курс. Как управлять оценками сейчас мы тоже не рассматриваем про управление оценок. Но мы видим, что процесс оценивания мы поняли. Итак, мы можем в режиме редактирования изменять название тем, добавлять элементы или ресурсы. Мы рассмотрели только файлы, хотя еще есть такие ресурсы, как папки, где хранятся файлы. Обратим внимание, что каждый ресурс и элемент на русском языке имеют пояснение. Я не буду сейчас их все это перечитывать, вы можете это освоить самостоятельно. Страницы, как отдельный информационный элемент. Пояснения в виде текста и графики на главной странице курса. Гиперссылки. Это все вы, пожалуйста, изучите самостоятельно. Я думаю, что, скорее всего, вы это знаете. ДЗ мы научились, домашние задания научились. Тестирование мы рассмотрим отдельно. Управление оценками. Это очень сложный вопрос для новичков. Мы его также рассмотрим отдельно.